А это уже Менхенгладбах нас зазывает. Здесь играет Манчестер Сити, который тоже повалился. В чемпионате Англии проиграл две игры подряд, проиграл игру Ювентусу домашнюю в Лиге Чемпионов, хотя ввел по ходу матча 1-0, ну и вот эта вся его стать куда-то вдруг подевалась. И сегодня Менхенгладбах восстающий ли из пепла? Ну так, потихонечку. Первый момент имеет Рафаэль. Надо отметить, что без компании играет сегодня Манчестер Сити. Включишь телевизор и не поймешь, кто играет вообще. Рахим Стерлинг получает мяч в штрафной. Это по-настоящему голевой момент. И Агуэра не забивает Зонмер, просто спас свою команду. Сейчас вторая волна атаки, снова с мячом Стерлинг и удар уже в ближний угол, но здесь не точно. Вот первый шанс для Манчестера забить. Да, их шанс хороший. Здесь защитники не очень уверенно сыграли. У Менхенгладбаха, у них Андреас Кристенсен и Альвара Доминге сыграют сегодня в центре обороны. Штранцель надолго выбыл. И вынуждена команда перестраиваться. Ну и плюс она... ...подает угловой Манчестер Сити. Калар выполняет подачу в штрафную. Дебрюйная маршрутка, мяча и контратака. Рафаэль оздирается, ищет сразу адресата, находит его. Нет положения вне игры. Удар в дальний угол Патрика Хермана. Заканчивается ударом от ворот. Еще одного футболиста не хватило. Менхенгладбаху, для того, чтобы действительно убежать по-настоящему. Вот у контратака, он для них очень тяжелой потерей стал уход Макса Крузе, который сделал голевую передачу сейчас в Манчестере, в разделе Вольсбурга. Это футболист, который действительно очень многое в атаке было завязано на нем. Потому что он, играя чистого нападающего, при этом здорово ассистирует партнерам. А в Вольсбурге его вообще чуть ли ставят не вторым опорником. Онлайн-событие из этого матча, которое здесь уже произошло. Вот что здесь было. Это нарушение правил в штрафной площадке Манчестер-Сити и 11-метровую отметку. Здесь на нее указывает судья всего этого матча Климен Турпен. Француз пара от Аменди Демикелес накосячила столько в предыдущем туре, что ничего удивительного. Ну, пенальти такой, конечно, левенький. Рафаэль не начал швырять газон раньше. Тот эпизод, за который получил желтое от Аменди, да, Рафаэль почувствовал, что защитник в ногах у него, и что есть шанс вот так кувыркнувшись организовать пенальти. Ну и что, сам идет бить? Бекенбауэр в таких случаях всегда говорит, что вы не знаете законов футбола, не должен бить тот, кто заработал. И Джо Харт. Джо Харт спасает свою команду. Здесь по-прежнему ничья 0-0. Вот такой был момент. И мне стоит с первого места упал Сити, момент которого мы сейчас смотрим, момент игры которого. Но это в атаке как раз Вольсбург, который здесь... Это Баруси. О, Баруси, да, прошу прощения, Микгладбург, который уже не забил пенальти. И как здорово вводит Харт мяч в игру. Удар поворотом в исполнении Агуэра. Мимо. Ну и давайте в этот матч в каналу онлайн. Нет, я думаю, что все-таки лучше в Манчестер тот, который играет в Манчестере. А, да, 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 да. Потому что там повеселее разобрать, что там происходит. Да, Манчестер Юнайтед Вольсбург. 0-1 там счет. Швейцарский воротарь. Вот только если б беналью только что пропустил, то Ян Зомер, который его сменил на посту основного воротаря сборной Швейцарии, напротив атаку своей команды начинает. Пас под удар. И здесь уже и Харт не может выручить. Ларс Штиндель отправляет мяч у ворота. Вот он, новый тренер Менхенгладбаха Андрес Шуберт. Ну и посмотри, сколько болен на лице у Харта. Уже проигран первый матч у себя дома Ювентусу. Теперь Манчестер Сити проигрывает на выезде. Трясется седина Мануэля Пелегриня. Никакого офсайда. Довольно тонкая ситуация, да, в динамике. И тут сложно было определить. Но офсайд не зафиксирован. Корп простреливает в штрафную. И Штиндель очень здорово в противоход. Укладывает мяч в уголок до ворот Харта. Пара центральных защитников. Димми Келес от Аменди. Это весело. Сколько можно быть командой для внутреннего пользования? Каналу онлайн приходит момент. Уходит Давид Сильва. Пока еще набирающий кондиции после травмы. Вместо него на поле появляется Хисуснавас. Дебрюйне подает угловой. И Димми Келес поднимает руки. Но и вот сейчас-то точно мяч влетает в ворота. Ничья 1-1. Сити сравнивает счет от Аменди. Но здесь вот этот момент он отвлек и тех, и других. Игроки Баруси тоже отвлеклись на арбитра. Видимо пытаясь понять каким будет его решение. Надо было доигрывать эпизод до конца. Ну так нам понять невозможно откуда был мяч выбит. Но вот они начинают вращать головами. Вместо того, чтобы не дать ударить. И в итоге, я думаю, самый благодарный человек в этой ситуации это Арбита. Потому что теперь никто не будет обсуждать. А мяч-то и тут был уже залит целиком. Да, здесь хорошо. Гол уже был, но его спасает Сити. Потому что он-то не зафиксировал взятие ворот. Да, здесь корр есть. Это второй раз вот этот защитник Блондин уже дарит мяч. В предыдущем эпизоде мы видели то же самое. Это Оскар Увент. Стерлинг. Прострел штрафну и снова Агуэра. Чуть-чуть не хватает. Мяч у Набаса. Четыре соперника вокруг него. Последовала попытка прострелить на дальнюю штангу. Там мяч выбили. Немецких у нас сменяют друг друга. Манчестер играют против Вольсбурга и Боруссии Менхен-Гладбах. Еще один удар в исполнении для Брюйне. И опять высоко. Наверное, ни Манчестер Юнайтед, ни Манчестер. Время от времени оказываться в этой встрече. Кстати, не исключено, что у Боруссии опять кончились силы, как это было в Севилье, когда не хватило этих самых сил на концовку. Потому что это уже третий подряд момент. На сей раз бьет Фернандиньо и чуть-чуть не хватает. Хороший удар здесь нет, эти тяжелые в итоге. Ну, а мы отправляемся в Менхен-Гладбах. Здесь Сити подается угловой. Мяч не выносится и штрафной Агуэро, и пенальти. Вот это развязка. Ну, Сити... Судя на этот матч Климан Турпин. Один пенальти он уже назначил. Да, и Рафи... Фабиан Джонсон нарушил правила по его мнению. Ну, в общем, да. Ну, там и сам себя Климан Гуэра то и уцеплял. Ну, опять же, к вопросу про контакт не придерешься. И сам он бьет. Сам Агуэра бьет. Желтый или оранжевый бутся. И счет становится 2-1. Сити вырывает все-таки победу. В самой концовке игры в Менхен-Гладбахе совсем немножко не хватило немцам сил, прежде всего, чтобы выстоять. Хотя в первом тайме столько моментов было. Забивай 2-3. Там можно было эти 3 забивать. Да, ну, я бы говорил, что минут 10 назад по моментам, которые стали оттуда приходить, возникло ощущение, что у Боруссии кончились силы. И даже с помощью замен тренеру не удалось остановить падение команды в этой отдельно взятой игре. Попросите, я хоть и выиграл, но все равно, конечно, впечатление... На повторе я не очень понимаю, зачем хулиганством этим Зоммер стал заниматься, показывать, в какой угол будет.